Всем привет, друзья! С вами Александр Смирнов, и это очередной выпуск моего видеоблога «Будни звездочеты». Сейчас мы срочно собрались и отправились на наблюдение. Мы едем за городом наблюдать полярное сияние. Дело в том, что поступила такая информация, что сейчас магнитная буря, и по всей видимости должно быть видно это астрономическое явление, полярное сияние. Вот даже, в принципе, из окна машины я вижу, что есть определенное подсветление такое на северном горизонте. Скорее всего, это и есть полярное сияние, но на месте будет более понятно. В общем, приехали мы на место, где-то 30 километров от Вологды. И это поля. Залезли на какой-то огромный сток сена. Он реально гигантский. Вот покажи, как он выглядит. Весь мы не можем показать. Хотя были сделаны фотографии. Я потом на монтаже вставлю снимки, как раз, где мы стоим на этом сене и на фоне полярного сияния. Отлично получилось. Сияние весьма неплохое. Оно, конечно, не очень динамичное, но достаточно яркое. И, в общем-то, учитывая то, что сейчас минимум солнечной активности, это весьма круто и было приятно понаблюдать. Вот. Оно до сих пор продолжается, на самом деле, но уже и фотоаппараты, объективы запотели и, в общем-то, уже устали снимать сияние, на самом деле. Сейчас, наверное, люди, которые никогда не видели вживую сияние, будут в меня там кидаться в комментариях всякими там плохими словами, что, мол, ну ты что, озверел, что ли? Надоело ему сияние снимать. Ну, реально, уже как-то утомило. Но у нас есть вторая цель. Сегодня ночь с 10 на 11 сентября и комета 21П Джакобини Циннера сближается с рассеянным скоплением М37. Вот мы хотим это понаблюдать в телескоп визуально, а может быть и попробовать сфотографировать. Вот она, магия монтажа. Прошло где-то полчаса, и мы уже пронаблюдали комету и даже ее поснимали. Наблюдали с помощью вот этого телескопа, мой 130-мм Ньютон. Сейчас снимали темновые кадры, поэтому телескоп был закрыт крышкой. Вот, в телескоп комета видна очень неплохо, очень легко находится вместе с рассеянным скоплением М37. Что касается хвоста у кометы, то визуально он виден не очень, прям, скажем, заметно. Ну, есть некая вытянутость. Но это прям не... С учетом того, что мы наблюдаем за городом на хорошем небе, то на городском небе. Ну, в общем, в небольшие телескопы все-таки хвост будет увидеть крайне сложно. Вот. Так как у меня у монтировки сдохли батарейки, поэтому получить какую-то там качественную фотографию было бы невозможно. В общем-то, мы сегодня ехали в первую очередь за сиянием. Поэтому, как бы, не успел я купить новый комплект батареек, поэтому снимал по 10 секунд. Буквально несколько кадров. Ну, и вот, собственно, посмотрите, что у нас получилось. Даже на одиночном кадре комета видна с хвостом и рядом с красивым рассеянным скоплением. В общем, вполне себе неплохо. Нам понравилось. А на этом, друзья, мой видеоблог подошел к концу. Напишите в комментариях, что наблюдаете сейчас вы. Видели ли вы комету 21П? С какими инструментами ее наблюдали? В общем, какие у вас впечатления остались от ваших наблюдений? А я желаю вам ясного неба и успешных наблюдений. Пока!